всем привет в этом видео я хотел бы затронуть тему крафмага что это такое почему этим занимаются люди и действительно ли настолько это эффективно как утверждают инструкторы преподаватели тренеры мы с вами сейчас посмотрим несколько разных видео такую небольшую нарезку и пока это нарезка вот будет идти я с вами буду разговаривать по теме эффективности этого крафмага сразу хочу сказать что здесь нет никакой методики общей методики преподавания здесь изначально было устроено так что любой инструктор приходящий в этот стиль приносил или приносит что-то свое допустим бывший майор спецназа принес свои приемы свою технику свою методику тренировок начинает заниматься с ними по своей методике какой-то борец или кикбоксер пришел в крафмага попробовать себя и подняться в этом стиле приносит что-то свое каждый инструктор привносит в этот стиль какие-то свои наработки какие-то свои лучшие техники на его взгляд которые действительно могут помочь человеку на улице справиться с противником с нападающим и вот что мне интересно многие люди утверждающие что крафмага это действительно крутой стиль аж заблуждаются в том что они говорят обратите внимание если вы смотрите вот следите вдруг за вот этими видео за выкладками крафмага в интернете вы увидите что на одну контратаку нападает человек который защищается он во время своей контратаки проводит сразу несколько легких хлестких ударов я не скажу что они не эффективные эти удары но и действительно действенными эти удары я бы не назвал по одной простой причине так быстро мельтешить рукой по противнику пускай по корпусу или по лицу но добиться какого-то результата вряд ли можно потому что чтобы нанести хороший удар нужно вложить в него силу нужно в него вложить вес своего тела и нанести этот удар вот так вот раньше я учил вот так вот сейчас учат многих людей адептов восточных единоборств но то что происходит крафмага иногда не поддается никакому объяснению значит посмотрите вот сейчас это один из инструкторов крафмага в латинской америки он преподает крафмага на свой лат то есть скорее всего я не знаю имя этого человека да и в принципе этих инструкторов пруд пруди я не знаю имя этого человека но техника которую он им преподает очень похожа на технику бокса очень похожа именно на саму методику тренировки боксеров и вот это вот интересно вызывает действительно вот скажем так дополнительное внимание к крафмага потому что человек принеся в эту систему свои боксерские техники свои боксерские приемы действительно может чем-то улучшить эту систему изнутри потому что по сравнению с тем как люди контратакующие наносят несколько три четыре пять ударов и пытаются тут же отбежать от этого человека он наносит и учит людей наносить правильные эффективные точные боксерские удары у него разбиты эти серии ударов на разные комбинации он называет 1 2 3 потом говорит 1 3 1 2 2 3 2 он говорит своим подопечным как нужно наносить эти удары то есть сначала он говорит этот удар мы обозначим так этот акк этот вот так и потом мы работаем это довольно таки интересно вот именно вот эта вот методика преподавания крафмага действительно интересная по сравнению с тем что преподают к примеру здесь вот в европе если к примеру у вас есть желание подняться в этой крафмага скажем так заслужить какой-то там титул сейчас как раз самое время потому что люди занимающиеся крафмага и преподающие этот стиль нуждаются в постоянно в каких-то новичках нуждаются в том чтобы приходили новые действительно спортсмены действительно знающие люди с опытом спаррингов с опытом поединков и уж тем более приветствуются люди которые прошли службу в подразделениях допустим спецназа или бывшие полицейские или ну не знаю охранники вот эти вот на пенитенциарных учреждений потому что у этих людей совершенно другая техника ведения к примеру поединка совершенно другая техника скажем так самообороны чем общепринято в этом крафмага даже различные приемы преподающие защиту обучающие защите от ножа в этом крафмага скажем так они рассчитаны на один точечный удар то есть они рассчитаны на то что человек наносящий вам удар ножом будет бить вас только один раз и все нет там такого чтобы защититься против серийного удара или нескольких косых ударов по диагонали к сожалению такого там нет наверное я так полагаю наверное это обусловлено тем что в каких скажем так ландшафтных условиях каких обстоятельствах создавался этот стиль если мы обратимся к источникам создания крафмага мы заметим что в израиле когда создавали вот эту вот свою собственную боевую систему рассчитывали именно вот на такие точечные одиночные удары со стороны террористов потому что тогда в 60-е годы в 70-е годы эти террористы к сожалению они и к счастью скажем так они к сожалению к счастью они не обладали тем багажом знаний каким обладают сегодняшние допустим бандиты или криминальные элементы то есть если они били то они били ножом или сверху один раз или сбоку или прямым ударом ножа вперед и все больше ничего не делали исходя из этого создавались различные вот эти вот приемы которые помогают крафмага вот этому специалистам крафмага защищаться от таких вот точечных скажем ударов но но сегодня-то все абсолютно все восточные единоборства продвинулись на порядок дальше на порядок выше они стали многие стили стали более усовершенствованными за счет компиляции различных техник взятых из других направлений синтезированных в эти стили и поэтому в крафмага сегодня на сегодняшний момент если мы вдруг встречаем каких-то инструкторов преподающих допустим защиту от ножа самооборону от ножа или самооборону от огнестрела то честно сказать задаешься вопросом а действительно ли будет эффективно вот то что они показывают против огнестрельного оружия у нас в городе очень часто как минимум один раз в год проводятся такие вот семинары пока по крафмага люди приходят люди платят бешеные деньги только за вот эту вот рекламу в которой говорится о том что наши инструкторы обучат вас за два дня семинара эффективной самообороне по стилю крафмага но как вам сказать давайте мы вспомним немножечко истории морихей уисиба создавая свой стиль айкидо брал к себе в ученики не новичков не тех кто вообще ни черта не смыслит вот в этих вот стилях направлениях а брал людей уже имеющих опыт спаррингов имеющих соревновательный опыт имеющих опыт допустим в самообороне то есть к нему приходили только он брал только черных поясов дзюдо или карате что же у нас происходит в крафмага любой встречный на улице увидев рекламу вот этот вот щит рекламный от крафмага приходит на этот семинар выкладывает деньги его чему-то там за два дня пытаются обучить его убеждают в том что он чему-то научился и вот этот человек самонадеянно самоуверенно выходит на улицу и огребает по полной блин или в пятак или не дай бог блин ножом в бочину блин потому что человек этот после посещения двухдневного семинара по крафмага уверен в своих силах но для того чтобы действительно стать пускай даже в том крафмага я не хочу сказать что этот стиль плохой нет в любом случае он эффективен в ряде моментов в ряде обстоятельств и ситуаций он эффективен но давайте будем подходить к этому действительно с долей скепсиса и вполне серьезно чтобы овладеть техникой пускай того же крафмага нужно иметь за плечами багаж силовой подготовки боевой подготовки пусть или в карате или в тэйквондо или в кунг-фу или еще где пускай даже в том же айкидо и только на основе вот этих вот полученных своих знаний на основе этого багажа знаний этого опыта можно пробовать себя в этом крафмага не потому что крафмага что-то сильное что-то такое из ряда вон выходящее типа не каждому человеку это подойдет это подойдет любому человеку кто действительно до этого посвятил себя несколько лет может быть десятков лет изучению каких-то других определенных стилей только тогда этот человек сможет понять те комбинации те удары те приемы которые преподают инструкторы в крафмага и этого человека уже тяжело будет сбить с толку тем что допустим если вас к примеру бьют в голову вы выставляете локоть вот так вот наносите контратакующий бьете один раз в лицо второй раз в лицо третий четвертый пятый разворачивайтесь и бежите этот человек скажет совершенно иное он скажет что просто хорошо допустим я выставляю блок рукой я защищаюсь сбиваю один раз делаю апперкот наклоняю человека бью ему коленом все мне бежать уже никуда не надо этот человек уже сам раз он напал на меня он уже сам окажется лежать на земле и вот такого человека который действительно имеет опыт имеет багаж знаний в каком-то определенном восточном единоборстве на крафмага в первую очередь приветствуют прислушиваются к нему и если действительно этот человек намного больше знает чем этот тот же самый инструктор этому человеку потом предлагают инструкторское место в другом клубе то есть ему не говорят кто ты такой иди отсюда мол у нас тут свои инструктора нет нет такого как в карате или в тейквондо тут такого нет то есть вас могут пригласить вам могут дать аудиторию вернее клиентуру с которой вы будете работать а уже от вас самих будет зависеть пойдут ли к вам другие люди на обучение той же самой самообороне по крафмага или не пойдут ну в общем смотрите сами вот эти вот видео я сейчас их еще раз по кругу запускаю чтобы вы могли увидеть иногда несуразность вот этих вот техник а иногда что-то действительно более-менее заслуживающее внимание ну и делайте выводы сами стоит ли заниматься крафмага или стоит ли более углубленно изучать то же самое карате тейквондо хапкидо кунг-фу тот же самый венчун или хунгар делайте выводы если что если вам видео понравилось подписывайтесь на канал не забудьте конечно поделиться видео с друзьями мне от этого будет только приятнее ну и оставьте свой комментарий всем удачи пока не забудьте подписывайтесь на канал